На небольшую площадку Свято-Воскресенского собора в Бресте прихожане начали приходить задолго до начала службы, еще в 6 утра. К прибытию предстоятеля Русской Православной Церкви здесь собралось порядка 7 тысяч человек. Каждый хотел увидеть, прочувствовать присутствие столь великого человека, патриарха всей Руси Кирилла. Яблоку негде упасть. Это выражение весьма уместно в данном контексте. А потому, чтобы каждый услышал Святейшего Патриарха, была организована прямая трансляция Божественной Литургии через мониторы. Я верую в Господа, что Он есть, что все люди тоже веруют в Господа, и что мы должны стремиться к Господу. Я думаю, что самое главное, чтобы между людьми существовала любовь. Будет любовь, любящий человек никогда никого не ожидает. Благодать, спокойствие, благополучие, радость необозримая и неописуемая. Четвертый визит главы Русской Православной Церкви в Беларусь приурочен сразу к нескольким памятным датам. В этом году отмечается тысячелетие со дня представления крестителя Руси князя Владимира. От скорби происходит терпение, а от терпения происходит опытность. От опытности происходит надежда, которая не посрабляет, потому что любовь Божия вошла в сердца нашей силы Духа Святого. А разве не происходила эта борьба со скорбями? А ей разве внесли к жребе терпения наши народы? А разве не облетали они удивительную опытность, ставшую народной мудростью? А разве когда-то теряли надежду? Никогда. Потому что любовь Божия силой Святаго Духа через купель крещения прикаснулась и прикасается каждому последующему поколению наших людей, помогая в том числе и сохранять великий, блистающий красотой идеал святости, покоривший Святаго Князя Владимира. Частица мощей Великого Князя Владимира доставлена в Брестский храм. Святыня будет доступна для поклонения верующих до 24 июня. В совместной молитве с патриархом каждый пришедший думал о своем, но все вместе просили о мире в соседней Украине, вспоминали погибших на фронтах Великой Отечественной и искренне надеялись, на белорусской земле по-прежнему будет мир и спокойствие. Не случайно божественная литургия совершалась в Свято-Воскресенском соборе, построенном в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне, в самом величественном храме Брестской епархии. Здесь было сказано много слов о значимости мира. В своем обращении патриарх поздравил белорусских верующих с праздником и призвал ценить и беречь спокойствие в нашей стране. Благочестивый белорусский народ, отмеченный какой-то особой божьей харизмой, спокойствием, смирением, которое не является слабостным, способностью слушать и слышать, благочестивым. Вот в этом народе особо попросту должен сегодня расцветать дар Духа Святаго, дар веры, а вместе с тем и терпения, и опытности, и надежды. Выступая перед верующими с пастырским словом, Святейший напомнил, что для всех народов, вышедших из Киевской купели Крещения, на протяжении многих веков национальной идеей и идеалом, которым нужно стремиться, была святость. По мысли патриарха, не было более яркой и привлекательной цели, как уподобиться святому. И эта ценностная доминанта определяла и обычную жизнь, и ситуация подвига, как во время Великой Отечественной войны. Я сегодня, приблизившись к этому замечательному храму, и вспомнил ваши рассказы, и убедился в том, что действительно на западе Креста Святой Руси существует духовное твердвение, православная церковь, пресса. И всех вас, мои дорогие, во главе славы Иоанна, я сердечно приветствую и призываю на вас к благословению Божию. Не каждый день с патриархом в пяти метрах стоишь друг от друга. Самое главное, что вы вынесли из такого обращения потрясающего патриарха? Самое главное, что он сказал, что мы белорусы, смиренные, но это не значит, что мы слабые. Мы сильные как духом, телом, как интеллектуально, он сказал, как духовно. И мы форт-пост православия на западных рубежах нашей Родины. Провести божественную литургию патриарху помогали архиереи белорусского экзерхата, представители православных епархий из России, Украины, Польши и многочисленное духовенство. Ну а по окончании богослужения Иерарх выпустил в небо белых голубей, символ Святого Духа. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.